В Прощенное Воскресенье Божественную Литургию в Георгиевском соборе города Одинцова возглавил священник Леонид Савченко в сослужении священников собора. Последняя перед Великим постом неделя посвящена воспоминанию Адамова изгнания из рая. Об этом за литургией читается Евангелие от Матфея, отражающего и суть Прощенного Воскресенья. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». За литургией пел детский хор хоровой школы при Гребневском храме. В нем приняли участие юные вокалисты от первого до выпускного класса, всего 60 человек. «Святый Божец, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас!» Участие детской хоровой школы в богослужении – неотъемлемая составляющая учебной программы школы, где помимо полуторачасовой в неделю подготовки по церковному пению, ребята изучают сольфеджио и игру на музыкальных инструментах. Помогает и частое присутствие детей на литургии, ведь все участники хора – из воцерковленных православных семей. Поэтому много церковной музыки и текстов на слуху. И для юных певчих это уже образ жизни. «Те, кто с детства ходят, мне кажется, это уже вошло в привычку, и даже трудновато без службы». Впрочем, нынешнее воскресное богослужение для юных певчих оказалось непростым. «Тем, кто из старшего хора, мне кажется, не было вот так сложно. А тем, кто, например, пел в первом классе, это была одна из их первых служб, и мне кажется, им как раз и было тяжело. Мы ведь обычно поем в Гребневском храме, и праздничная служба в Гребневском храме, она какая-то такая особенная и торжественная». «Она была тяжелой, потому что в основном пели наш хор. Ну, у нас очень хорошие преподаватели, они нам помогали, и мне кажется, что мы все вместе очень хорошо спели». Детский хор под управлением регента Натальи Логачевой – постоянный участник богослужений, в том числе и архиерейских, а также в храмах Москвы, Одинцовского благочиния и Московской епархии. У Натальи Вячеславовны более 25 лет педстажа. Доводилось руководить и светским хором. Разницу в подходах видит. «Разница колоссальная, потому что охватить полуторачасовую службу гораздо сложнее, чем выучить 3-4 произведения, которые пойдут максимум полчаса, скажем так, потому что полтора часа – это много. Дальше церковных текстов небольшое количество, но мелодий, написанных на них, очень много, и нельзя зацикливаться на чем-то одном. То есть каждое песнопение у нас есть в двух-трех вариантах. От того, что мы выучили слова, не значит, что мы выучили полностью произведение, поскольку мелодии все время разные, и дети, за что им огромное спасибо, умудряются в голове держать 2-3, 2-3 варианта херувимской, 2-3 варианта у нас достойно есть, антифонов, ну и всего там, и к тени и прочего». Детское молитвенное пение – не только особое украшение богослужения. Подобную литургию стремятся не пропускать, ведь Господь детскую молитву слышит быстрее. Субтитры создавал DimaTorzok